Всем привет! Сегодня мы поговорим о румынской становой тяге, а конкретно, как улучшить данное упражнение. Улучшить может быть не то слово, как усилить отдачу от данного упражнения. Для начала поговорим о технике. Хоть мы уже не раз с вами обсуждали это, повторение мать учения. Я советую работать в румынской тяге с платформы, либо с подставок. Не брать вес с пола, чтобы мозг не путался, не настраивался на становую тягу. Становую тягу лучше всего конечно брать всегда с пола, работать с пола. Обращайте внимание на то, что румынская тяга это не наклоны. В первую очередь что нужно делать? Это уводить таз с горизонтали. Представьте себе, что вы стоите попой, прижавшись к стене. И вам нужно оттолкнуть ее как можно дальше, или может быть даже проломить. Опускайте гриф четко по ногам. Именно поэтому я рекомендую всегда девчонке ходить в штанишках, чтобы не царапалась кожа на ногах. Для чего это нужно? Это нужно в первую очередь для безопасности. Для того, чтобы не получить грыж и протрузий в поясничном отделе позвоночника. Чем ближе гриф к ногам, а лучше всего, когда он скользит по ним, тем меньше вероятности получить травму. Насколько глубоко нужно опускаться в данном упражнении? До середины голени, не ниже. Пока страдает техника или вы не уверены в своей технике, можете делать даже чуть-чуть выше. И не стоит распрямляться полностью, чтобы не уходила нагрузка с работающих ягодиц, с работающих бицепсов бедер. Обязательно держать лопатки вместе. Желательно делать данное движение на задержке дыхания. В верхней позиции набираем воздух, на задержке дыхания опускаемся и встаем на выдохе. Так легче будет держать спину прямой. Попробуйте и вы сами в этом убедитесь. Для чего держать лопатки вместе? Именно для того, чтобы не горбиться в верхней части спины. Посмотрите, здесь хорошо видно, насколько низко нужно опускать гриф. Именно на середину голени. Я предпочитаю делать данное упражнение и даю рекомендации своим ученикам, ученицам, в данном упражнении становиться чуть поуже. Вот как это делает Таня. Не как делала Юля в предыдущем ролике. Почему? Потому что чисто анатомически легче выполнять движения и легче чувствовать работающие мышцы. А чувство работающей мышцы это очень и очень важно. Мы об этом с вами уже не раз говорили. Не послетренировочная боль является показателем вашей тренировки. А именно то, насколько вы хорошо чувствуете упражнение. Насколько хорошо чувствуете целевую мышцу. Но это не относится к приседаниям и становым тягам. Потому что в двух данных движениях работают практически все мышцы. И единственное, на чем вы должны концентрироваться, это на правильности техники. Обращаю особое внимание на то, что бодибилдинг это не тупое поднимание и опускание веса. Если вы опускаете вес под действием сил тяжести, а не за счет мышц, вы занимаетесь ерундой. Вы должны четко ощущать движение на каждом сантиметре амплитуды. Вот сейчас Альбина выполняет данное движение в улучшенном варианте. Как вы успели заметить, это дополнительные цепи на гриф. Для чего это нужно? Давайте потихонечку разбираться. Смотрите, если мы возьмем вес, с которым мы будем справляться в верхней точке амплитуды, к примеру, до уровня коленок, когда вы опускаетесь. Адекватный вес данному отрезку амплитуды не позволит вам технически правильно делать упражнения в нижней части амплитуды, от коленки и ниже. Почему? Потому что на всем протяжении движения акцент сил меняется. Вектор сил меняется, вектор приложения сил. А для того, чтобы адекватный вес был на протяжении всего движения, мы как раз с вами и используем цепи. Обратите внимание, когда вы поднимаетесь, звенья цепи на штанге увеличиваются. Увеличивая тем самым вес самой штанги. Здесь обязательно делать движения с опор. Посмотрите, Альбина занимается всего 3 месяца у меня. Но насколько точно и технически грамотно она делает данное движение? Коленки слегка согнуты. В отличие от становой тяги, они не меняют больше своего положения. Уводится таз назад от горизонтали. Не наклон, а именно как бы грифом отталкиваем себя назад. Цепи помогают осуществлять данную нагрузку, адекватную на протяжении всего отрезка. О чем я уже говорил ниже. Посмотрите. Поднимаясь, вес штанги увеличивается. Опускаясь, уменьшается. И на всем протяжении выполнения амплитуды данного упражнения, Вес адекватен. И мышцы получают хорошую нагрузку. Вверху и внизу данного движения. Попробуйте. И вы сами почувствуете, насколько по-другому вы будете ощущать нагрузку. Насколько по-другому будете ощущать работающие мышцы. Следите, пожалуйста, за техникой. Я не устаю это повторять. И постоянно буду вам об этом говорить. Для чего? В первую очередь, для того, чтобы не получить травму. Во вторую очередь, конечно же, для того, чтобы грамотно нагружать работающие мышцы. Ведь мы с вами приходим сюда для чего? В зал. Именно для того, чтобы хорошенько поработать. Подойдите к грифу как можно ближе. Наклонитесь с прямой спинкой. Лопатки вместе вдохнули. И пару шагов делаем назад уже со штангой в руках. Не нужно ходить далеко. Взад-вперед. Убираем таз назад. На вдохе опускаемся. На выдохе встаем. Лопаточки вместе. Коленки никогда не распрямляем. Многие называют это упражнение становая тяга на прямых ногах. Но это идиотизм. Если вы хотите иметь хорошее здоровье. Хорошо прокачивать именно с анатомической точки зрения бицепсы бедер и ягодичные мышцы. Всегда сохраняйте коленки слегка согнутыми. Никогда, ни при каких условиях не распрямляйте коленки полностью. Тем самым вы будете переносить нагрузку с работающих мышц на сустав. Это глупо. Это не нужно. Мы с вами приходим в зал в первую очередь. Для того, чтобы сохранить здоровье и прокачать мышцы. Во вторую, чтобы стать красивее. Попробуйте данный вид упражнения. Цепи помогут вам более качественно получать нагрузку на целевые мышцы. Естественно, будет другая отдача. Если у вас нет в зале цепи, не расстраивайтесь. Можно использовать резиновые жгуты. Друзья, кто следит за моими статьями и видеороликами, заметил, что я стараюсь давать информацию так, чтобы вы могли спокойно ориентироваться в мире железного спорта. Чтобы вы могли самостоятельно составлять себе программы тренировок, программы питания. Для тех же, у кого нет времени или желания углубляться во все эти дебри, я веду профессиональные тренировки. Как вживую, так и онлайн. Ученики у меня по всему миру успешно тренируются, успешно выступают. Если вы не имеете возможности или не хотите сами составлять себе программы питания или тренировок, пишите мне в личку. Я с удовольствием с вами поработаю. В ближайших выпусках моих видеоуроков и статей будут затронуты следующие темы. Жим ногами, подъем штанги на бицепс, тяга штанги в наклоне. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне в личку заранее. Видео тем будут интереснее, чем больше вопросов вы пришлете. Также присылайте интересующие вас вопросы на любые темы. Самые интересные мы будем освещать в наших видеороликах и статьях. Обращаю особое внимание на то, кто комментирует на их видео в YouTube. Если вы хотите и ждете ответа, будьте добры проследить, чтобы я имел возможность вам ответить. Потому что многие задают вопрос, а ответить я просто не могу. Нет кнопочки ответить. Обращайте на это особое внимание. Также в ближайших видео и статьях я освещу темы, амплитуду движения, скорость выполнения повторений, отдых между упражнениями и подходами. Это канал Heavy Metal Gym. Увидимся с вами в тренажерном зале, друзья. Всем пока!